Здравствуйте! Ну вот, теперь поговорим о, ну, наверное, о главном. Я сейчас включу запись Любарского и потом немножечко дополню её. Мне кажется, главным. ...извне. У меня такое впечатление, что я сижу вместе с вами и смотрю какой-то страшный сериал. Был первый сезон, который назывался «Мировая пандемия». Сезон надоел, стал скучным. И хотя пандемия не закончилась, люди до сих пор болеют. Никакое общественного влияния, внимания, интереса к этому это не вызывает. И пандемия закончилась, мы точно знаем день, мы точно знаем час, когда закончилась мировая пандемия. Это было 24 февраля 2022 года. В 2022 года началась война в Украине. Война в Украине закончила предыдущий сезон, первый сезон. И сейчас мы наблюдаем два года следующего сезона в этой продолжающейся саге. Мы наблюдаем сезон, который называется «Война». Война в Европе. Причем войны в Европе две. Война в Израиле, война в Украине. Российская, украинская война и палестинско-израильская война. И как сыграли наши команды? Давайте начнем с Израиля. Ну, а теперь мой комментарий. Да, вот Любарский совершенно верно замечает, что пандемия не кончилась. Не кончилось воздействие биооружия. Оно никогда не закончится. Все это оружие, это новый тип войны. Вот это оружие во всех нас. А вот сейчас внимательно посмотрите, в который раз я показываю вам вот эти, видите, да, статистику. Это все было на пике смертей и плюс тестов. Вы представляете, 9 тысяч за сутки 25 февраля 2022 года. Еще раз повторю, что причиной СВО, причиной 7 октября, было именно это. Частная ошибка при создании биооружия COVID. Ну, может быть, оно и не собиралось быть биооружием в результате. Ну, вот это на той стадии, когда, я надеюсь, что, ну, понятно, что это стадия разработки была. Иначе бы, ну, какие-то бы страны, наверное, бы оставили без этого, без воздействия. А вот Китай, еще раз повторю, это мудрейшая цивилизация, которая там вообще на самом деле это очень несложно. Очень несложно защититься от вот таких, как бы, ошибок. Очень несложно. Не пускать мобильные волны неизвестной длины. Вот и все. Вот и все, что сделал Китай. И туда не прошли вот эти мобильные ковид-волны. Все. И еще раз повторю, что причиной СВО, причиной 7 октября, было именно вот это обстоятельство. Вот это обстоятельство. Перевести, как бы, сознание, перевести мысли. Простите, сейчас кто-то думает о ковиде? Посмотрите, как изменился народ. Вот воздействие молекулярной психологии. Вот этого волнового психотропного биооружия. Посмотрите, во что народ превратили. Посмотрите. Мурашка говорил. Не я, министр здравоохранения. Резко возросло количество психических расстройств с деменциями, потерей памяти, отсутствием логики. Вы понимаете, вот народ превратили. Вот именно в такой лоботомийной, как там, лоботомийных овощей. Вот и все. И мало кто этого избежал. Это те, которые не смотрели вот эти ТВ, гипнотические всякие эти ток-шоу. Кто не принимал наркотики, кальяны, вейпы. Я не знаю, как насчет алкоголя. Вот как он менял. Но вот я вижу всех измененных. Все они были под воздействием. Да все были под воздействием. У кого-то в доме нет кальянов. Они почти у всех. Вот у меня нет. Вот я никогда не пробовала. Я еще раз говорю, вот здесь, ну что, я уверена, что Григорий Перельман не пробовал. У нас по-другому устроены мозги. Вот нам нужно что-то необходимо узнавать, исследовать. Какие кальяны, какие вейпы. Итак, продолжаю. Вот на момент, когда все это произошло, какая была статистика. РФ 402 тысячи от ковида. Напомню, что года три назад было 475 тысяч погибших от ВИЧ-инфекции. Почему говорю ВИЧ-инфекции? Вот Люк Монтаньелл, уряд Нобелевской премии за раскрытие структуры СПИДа, сказал потом, чуть позже, что это искусственно созданный вирус. Поехали дальше. Украина 112 тысяч от ковида. США 1 миллион 219 тысяч от ковида. Это данные последние. Ну, в 2022 году, конечно, было чуть меньше. В Израиле 12,7 тысяч от ковида. Вот так. Еще раз напомню, что Люк Монтанье, он, простите, он, во-первых, был, напоминаю, против вакцин. И он первый сказал об этом, что они не будут иметь никакого эффекта. Более того, как известно, они стали, они, в общем-то, приносили вред. Помните, да? Астрозеника, тромбозы, Пфайзер там и другие. Вот. А я, конечно, бы сейчас рассказала бы о ВИЧ-инфекции, о СПИДе. И я хочу сказать вам всем, что это, наверное, всех огорошит. Вот это, да, СПИД, искусственно созданный вирус. Вы знаете, на каком месте Россия по количеству новых случаев, которые происходят в мире? В каких странах? Вот топ-пятерка. Южная Африка, Мозамбик, Нигерия, Индия. А дальше кто? Россия. Подумайте об этом. Понимаете? Это очень, это очень, так скажем, интересно. Ну, еще раз повторю. Еще раз предлагаю вам посмотреть вот на эту картину. Картину жизни, да? Картину смертей. Февраль, 25-е, 2022-го года. Почти 9 тысяч за сутки погибших. Посмотрите, какой жуткий был всплеск и по новым, ну, я это называю плюс-тестам. Еще раз повторю, это не вирус. Это не вирус. И не распространялся вирусом. Вот в это время были отменены все ограничения и ношение масок. Вот думайте об этом. А Любарский, я вас приветствую, у вас умнейшие анализы. Я добавляю науку. Вот. И заходите. Послушайте. Я думаю, что вот день рождения на кладбище, где я говорю, вот, ну, в завершении, что все создан полный аналог. Вы знаете, вот полный аналог того человека, любого человека. Мы, у меня, может быть, тоже создан такой полный аналог. И у вас. Причем и физически. Вот физически, вот почему все замечают. Вот физически трудно добиться абсолютно одинаковой копии. Все-таки некоторые различия есть, вы это видите. Но уши одинаковые. Это говорит о клоне. Вот. Ну, самое удивительное, что создана полностью программа мозга с воспоминаниями, памятью. Понимаете? Помните о воспоминаниях? Вдруг все стали критиковать. Ой, что он говорит? Какие воспоминания? Вот такие воспоминания, какие были и у того человека. Все. Вы знаете, сегодня есть дела. Вечерком, наверное, встретимся. Я поговорю о другом. И я надеюсь, что, в общем-то, моя жизнь станет немножко безопасней в связи с этой клумбой и нарушением паспорта благоустройства. Вот жду, когда возвратят газон. Безусловно. Всего доброго. До свидания.